Всем привет! Наконец-то наступил наш самый долгожданный день для нашего с Дашей проекта «Одесса вяжет дружно» и проекта всех одесситов, и, наверное, может быть, и всей Украины, по крайней мере, юга Украины так точно. Сегодня мы открываем, наверное, уникальную школу-студию, где мы будем очень рады всех видеть, где мы будем рады каждому ученику, каждому посетителю, кто будет к нам приходить за общением, за новыми знакомствами, за обучением, и просто даже за советом и чашечкой горячего чая или кофе. И я вам сейчас хочу показать, где же, собственно, будет всё происходить. Я очень надеюсь, что меня видно и слышно. Вот, у нас молодёжь гуляет. До свидания! Пока! Вот, мы находимся в самом-самом центре Одессы. Это наш знаменитый, наверное, на весь мир. Я сегодня буду говорить очень громко и уверенно, надеюсь. Это наш оперный театр, главная площадь нашей Одессы. Это у нас за моей спиной музей военно-морского флота. Там чуть ниже по пелевуку, и вот белое здание, это наш городской совет, Дунская площадь, Приморский бульвар. И если пройти прямо по Приморскому бульвару, вы дойдёте до Потёмкинской лестницы нашей, до Мурвокзала. И вот в таком вот окружении мы, Одесса вяжет дружно, нашли своё уютненькое местечко, куда приглашаем всех-всех желающих и приобрести новые знания и знакомства. И давайте я вам сейчас покажу и проведу вас. Мы можем спуститься вот по лестнице. И ещё одна лестничка там, дальше, за моей спиной. Я вам сейчас покажу, проделаю вместе с вами этот путь. Вы не представляете, насколько здесь потрясающая атмосфера, насколько здесь уютно, всё располагает к хорошему настроению, к, не знаю, благодарности за каждый час, каждую минуту. И, конечно же, мы будем делать всё возможное, чтобы и у нас, в нашей студии было всем комфортно, приятно, чтобы к нам заходили в любой день, недели, в любое время удобное. И делили вместе с нами радость от того, что происходит. И хочу вам показать вот наши два окна. Вот одно и второе. И там вы можете наблюдать. Ну, сейчас видно только меня, а там уже внутри есть люди. Ещё пока открытие у нас не началось, но уже наши дорогие девочки и те, кто нас поддерживают, они уже пришли. И мы потихонечку уже пьём кофе, чай. Это наши ворота. Это переулок Чайковского, 6, где у нас табличка. А табличка у нас, по-моему, снята. А, нет, вот дальше там наверху шестой номер. Я вас сейчас проведу и покажу, что у нас там дальше. Мы уже на крыльце. Вот наша крыльечка уютненькая. Вот. И мы сейчас спустимся вниз. Там уже... Привет! Уже съёмки проходят. Наша Дашуля. Вот. Всем привет! Давайте спустимся, переключимся. Вот так мы спускаемся вниз. И смотрите, там у нас прямо по курсу небольшой марш. Это снова серия. Спасибо большое. Расскажите, вы нам каравай принесли. Боже, какая прелесть. Ну, скажи. Ну, он можно сегодня сказать. Кстати. Очень приятно. Вы нам ещё какие-то... Здесь можно оставлять свои вещи. А здесь у нас, скажем так, зона челлаута. Вот. Тоже окна выходят во двор, где мы с вами были. Здесь у нас уже подготовлены каши для продажи именные блокаторы, чашечки, блокнотики. Вот. Здесь у нас будет кто-то сидеть, либо я, либо кто-то здесь будет, как может находиться. Здесь у нас вот такой диванчик, на котором можно отдыхать. И подушечки нашей Екатерины Петровны, нашего преподавателя по крючку. Её салфеточка прекрасная. Это, кстати, прототип того ковра, который она... Вы его ещё увидите, который она продавала на маркете из полиэфирного шнура. Огромный-огромный ковр, потрясающий. Вот. У нас уже здесь шарики, шарики. Вот. И если пройти внутрь, то вот так. Где-то в нашу штуку, значит, мило, и девчонка в нашу штуку. И дошла вот здесь, в нашу штуку. Вот здесь, видишь, такие овощи. Больше рядов, а потом... Ну, это, ну, почему-то так темно. Всё, весь свет, тебя зюрификают, да? А, это у нас просто пляжи с темпи. Я надеюсь, что... Вот. Это наши вкусняшки. Девочки, принесли нам подарок. Я к нашей девочке. Девочки, привет! Привет! Спасибо вам, что вы пришли к нам. Ивиночка, это наш преподаватель по спицам. Катерина Петровна, это наш преподаватель по крючку. И Вера Ильинична, наш постоянный участник, которая принесла нам потрясающую скатерть, салфетку, до которой мы ещё вот дойдём. Варя, наша самая молодая участница, приехавшая из России, да? Из какого ты города? Из Пскова. Из Пскова. И всё, и тебе здесь так понравилось, что ты решила остаться с нами, правильно? Я сказала, куда ехать всё. И Свет Нит, правильно? Свет, по-моему, да? Что? Там одна буква И. Свет. Светлана, Свет Нит, поэтому так и называется. Это та самая женщина, которая раздавала нам вкусные, как он назывался? Рахат Луком. Которые все подходили и спрашивали, что это? На запах шли. Шли на запах. Да, да, с этим, с лепестками роз, да. И она нам принесла потрясающий каравай, который испекла её дочка. А, сестра, сестра, да? Вот, мы ещё до него тоже дойдём. В общем, такая у нас уже дружненькая компания. Дашуля меня снимает. Вот, у нас здесь такая... Вера Ильинична, расскажите нам, пожалуйста, о вашем произведении. Мы его тут уже приспособили под наши нужды. Расскажите, что здесь... Первое, что я дарю девочкам, чтобы было вдохновение у них от моей работы, чтобы у них были больше учеников, чтобы посвящали, чтобы школа действовала, развивалась и ушла вперёд. И вот я решила сделать такую скатер-салфетку. Она вязанная спицами от центра и по кругу. Естественно, она натягивалась, накрахмалилась. Она очень такая, более жёсткая. Ну, это специальный крахмал, всё такое. Ну, а так... Вот, а ещё я употребила эту же салфетку просто в свитере. А вот это же на вас свитер! С этой салфетки получилась у меня свитер. Убрала центр и... Да, да. Сделала себе свитер. Класс! Обалдеть! Вот это мать! Спасибо! Спасибо вам огромное! Вот у нас такая... Мото-зона образовалась. Открывайся. Девчонки, можете рассаживаться. Кому как можно открывать шампанское. Да, вот карабель. Через три минуты вы раскрытете. Да. Да, шанс, смотрите, какая красота. Ой, он-то пахнет вкусно. Это с бутрядышком. Класс! Да, да, пахнет. А вот эти цветочки, это тесто, да, седобное, но... А, а Мария вот эта запрянула? Да что, Катюша, вот мы встретились, наконец-то. В первой встрече, да, наконец-то мы увиделись. Слушай, я вас к вам так спонтанно поупадаю каждый раз. Вообще, я сегодня... Я сегодня... Я тоже кого-то сниму. Да, и кто-то к нам звезда собственной персоной. Мария В.Д. Так приятно, да, видно, что ты уж тебя же. Спасибо. Продолжение следует... Ага, я на улице... И на улице... Мясо, да, и там... Чип Firstly... Я открываю... Чип which is a kiss here. Я ушел повыдарить девочки. Что? А нам, мы с нами лично... Одновременно движетесь... Даться, мать. Даться, мать. Да, уже надо то что-то... Ага, да, вот я делаю. Деревка колокол. Деревка колокола. Нет, есть... Я не знаю, как ты ехала, ты, конечно, не осталась как-то. Да, Даша, может нам путем здесь стул? Да, Даша, я не знаю, что ты там уже придешь. Что, Света? Стул, приставим, приставим. Я не знаю, как я не знаю, как я не знаю. Кешелочки. Ну, ты знаешь, у тебя там снимают на первую? Да, Маша. Господи. У нас тут уже компашка, у нас уже готов промо-ролик с нашего маркета, он там звезда. Мы уже у Лили были, мы уже с Лили познакомимся, все, Лиля уже тоже сказала, как вы у вас замечательные лучи. Так что все, мы уже... Но вы все равно лучи. Девчонки, присаживайтесь. А давайте, щупайте. Пока требуем. Сколько у нас нармода. Девчонки наши. Торжественную часть начинай. Начинаем торжественную часть. Хорошо. Просят начинать торжественную часть. Так, надеюсь, все будет видно. Да, Шуля. Сейчас начнем. Ой, девочки. Что вам сказать? Мы очень рады вас приветствовать, конечно же. Еще год назад мы с кем-то просто вот знакомились на какой-то маленькой встрече. Привет, Шуля. Заходите. Заходите. В парке гуляли, знакомились. И каждая думала, что она одна в Одессе, одинокая. Кто-то там буквально, да, у кого-то были подружки, вязальщицы, с кем можно было пообщаться. И с той первой встречи, конечно, мы поняли, что мы не одиноки. Вот, и, конечно, вот наши эти встречи вылились, как-то вот все снежно лились. Как-то вот все само собой произошло с вашей поддержкой, с вашей верой, с вашим участием. И, конечно, вот все в жизни происходит как-то не случайно. Каждая встреча, каждая из вас с каким-то словом добрым, поддержки, улыбки, просто вот своим присутствием. Каждая внесла объекту в то, что сейчас вы видите, в то, что начнется. Это новая, скажем так, эпоха для... Уже подступает, уже подступает. Вот уже. Да, и, конечно, мы благодарны безумно каждой из вас. Самые первые встречи, кто был и кто присоединяется буквально сегодня. И мы, конечно, очень рады вас принимать в таком месте, где мы надеемся, вам будет уютно, комфортно. Где вы будете приходить за и советом, и за общением, за новыми знакомствами, за поддержанием старых знакомств. И за знаниями, конечно. У нас здесь будут классные тусовки проходить. Да, то есть мы здесь будем работать 6 дней в неделю, поэтому вы можете приходить, когда вам захочется. Вот упало настроение, взяли спицы, боток в руки, бегом к нам, и мы будем вас здесь встречать с улыбкой, с объятиями. И мы всех будем обнимать, вот, будем обязательно обнимать, вот, и чашечку чая, и кофе мы всегда вам предложим, и, может, и конфетку предложим. Если сами не съедим, пока мы не будем ждать. Вот, поэтому мы с Дашей очень рады, и Катерина Петровна, где она, Катерина Петровна, вообще... Она тоже рада, мы знаем. Так, да. Катерина Петровна наша вообще виновница, кто, собственно, пришел к нам и сказал, девочки, все, нам нужна школа. Вот, вот все. То есть как-то вот этапы шли, да, вот встречи, сначала в кафе, потом с проекторами, с микрофонами, с презентациями. И вот так вот все, вот, вылилось в то, что сейчас происходит, и Катерина Петровна приложила к этому року. Вот, поэтому вот я же говорю, что все встречи не случайны, все наши знакомства, они в той или иной степени... Да, да, да. И это все наше вместе с вами, Еленочка к нам присоединилась просто вот... Я с вами, я первая! Мы благодарны всем, кто магазины наши, кто нас поддержал, потому что, по сути, если вы не они, то, как бы, вы же понимаете, в центре города очень проблематично находиться. Поэтому мы вас все очень благодарим, мы будем рады видеть каждого из вас в любое время. И всем еще раз... Да, каждого. И каждого. Который очень хочет. В общем, давайте, Дашенька... Девочки, вас поздорим. Спасибо большое, что вы всех собрали и устроили такое уютное внёстышко. Таким... Да, у вас был просто... Спасибо большое. Мы старались, мы боялись страшно. И каждый день боимся. Не надо, если бояться. Если бояться, то ничего, ничего не положить. С этой мыслью нельзя видеть. Надо... Да, если нужна помощь, то видите, если ты где-то станешь. А девочки, за это его не цену. Девочки, давайте, ура! 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 Она снимает еще, да? Ну, судя по всему, да. Света, приветствую. Не мучительно. Та-да-да! Пойди, я сейчас пойду ей поснимать, уж она тут стоит на одном месте. Пока-пока. Пока-пока. Наш попсомарки. Второй. Да, да. Не только второй. По книгам первый? Да. К тому. Да. Ладно, я поздно судьбу разобрать. Девочки, вон, вяжут. Гаска сидит, вяжет. Паварюня вяжет. Варя, как всегда, как всегда, не в минуточке свободной. Покажи, что вяжет, Варя. А, сейчас я пойду. Ой, Варя, тут шарфинг вяжет. Такой красивый. Себе? Да. Себе? Да. Примерю раз тебе, потом. Прикольно. А что за нитка? Это пряжка. А, это вот этот, я понимаю. Да, это пряжка. Да. Да, да, все у нас стоит там. А я ничего тут не выключила. Нет, вроде бы. Теперь пальца, да? Теперь можно. Света, он влетает. Так, хоть бы не уронить эту палочку за ручанку. Девочки тут от полок не могут оторваться. Я тоже, конечно, не могла бы оторваться. Скажите, скажите, что будет интересно. Мы тут такие тайны эти обсуждаем. Вот ты к нам не подкралась. Вырежешь. И еще раз. Приходите. Приходите. Катерина Петровна у нас оформляет покупки. Ира сейчас начнет снимать. Фотографировать. Ира! Ау! Снимай. Давай, снимай. Все. Что, ставить опять? Света потом будет. Ой, тут уже больше час, ну ничего себе. Вот ей потом просматривать все это. Все, спасибо большое. Уже? Да, идем как через час. Да, мы пошли, потому что я. Мужу приветствую. Спасибо. Я передам. Я передам приветствую. Я предлагаю тебе припадить. У меня уже забыла. Уходим, мой. Уходим. Уходим, мой. Уходим. 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 Света, а что ты тут снимаешь? А? Света нас снимает, мы можем дать всем привет. Сейчас, ну, вот, там, детки приходят, и я с детьми прихожу. Мы тебя вспоминали. Серьезно? Смотрю на детей, ну, на людей, на мамку. Ну, я не знаю, как вас зовут, ни что. И как вспоминали, не знаем тихих. Нет, вот так, ну, та, которая вяжет стоя. 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 А у меня два года сыну, я за ним, ну, как бы... А все-таки еще не тот возраст. И вот у меня такая сумочка через плечо, тут у меня моточек, тут у меня спицы. Пришли на карусельки, сели, ну, и сели, ну, и кто-то там катает, ну, и хорошо. Или к горке подошли, ну, и хорошо. Ну, это там мама, которая взяла. Да, да. Да, да. Да, да. Ну, такой широченный, тоже косый. Рукава косые, здесь косые. А вот широченный, так он немножко, у него так, как бы, припал сюда. Мужской? Более нравится, я видела где-то так. Не могла понять, как он сделан этот маленький. И вот у него там три застежки, свитер белый, а три застежки черные какие-то, три застежки. Ну, такой какой-то прикольный свитер вообще. И парень сам черный такой. Контрастный. Белый, белый свитер такой на нем. Просто надо смотреть, где в маршрутке. Ну, теперь я понимаю, откуда это выражение из фильма. А чего вы на меня так смотрите, отец Роман? У меня узоров нет, если нет. СМЕЦ! СМЕЦ! ЗАСТАРИК ПРОЗОРЫЙ НАШ, да. Нет, ну чё, меня вот заставили на днях пересматривать этот один дома. У меня папа хочет шапку с оленями, какое-то бумаги. Я так плевалась, блин. Я все пальцы в кровь постирала. Еще часто просят свитеры из брата, который носит А, да-да-да. Большой такой. Когда-нибудь точно свяжусь я, ровно, без свитера. Света, запускаю там себе рубрику. Мастер-классы по видео с кинофильмом, да. Хочу сказать. Да. Плачула, это идея. Да. Просто каждая из мастериц, кто-то там свяжет шапочку с какого-то фильма, кто-то шарфик как презентация, и потом вперёд сделаем. Даша, ты какой на себя свитер берёшь? С какого фильма? Ты меня сейчас врасплох застал. Ну точно не на Хагрида. Мы сегодня с Машей по маршрутке разговаривали, и на маркете подошла девочка, как мы с ней знакомы, онлайн. А у неё дочка тоже подросток, и она говорит, вот ей и всем её друзьям вот сейчас вот в этом возрасте какой-то, я не помню, как-то персонаж этот называется, то ли сериал какой-то, то ли что. И вот идёт шапка, а отворот как корона вот здесь, зубцы. Ну обычная серая шапка, но просто вот с отворотом вот таким вот. Угу. Вот. Так у тебя заказ теперь на партию? Не, не заказ, она сказала, имей в виду, что молодец будет разбирать, как эти короны. Ага, то есть тут уже это на маркет подсказки, как это самое, да? Да. Да. Даша. Сейчас ты что распускаешь? Что распускаешь? А, нет, она просто моточек смазывает. Ого, да, всё в порядке, всё под контролем. Чтобы моточек распадаться. А давайте уже всем невяжущим тоже спицы едем. Я не знаю. За ваши деньги любой каприз. Полные блоки. Так что тут выбор огромный. Боже, Даша, мы розыгрыш не провели. Так проведите щас. Мне выгодно, проведите щас. Блин, представляешь? Да ладно, не разыгрывайте, давайте. Вам все хватит, да? А мы разыгрывать собрались, подождите, я не в курсе. А ты уже купила. Это вот так вот отвлеклись, на веселее вот это, туда-меда и всё. Так мы ещё не ушли, мы здесь. Света, в самом деле, зачем вы розыгрыш, девочка? Ну а потом не обидятся, кто бы что. У нас все пообижаются. Сколько народу было, да. Скажут, что это такое. Слушай, у нас будет скорая встреча. У нас есть видео подверждение о том, что девочки только сейчас вспомнили об этом. Я это вырежу. Что раньше не сказали. А мы вот просто, да, вообще. А когда будет встреча? Когда? В ноябре, Света? В ноябре, наверное. Все переходим на себя на Света. Света, когда встреча. Сейчас. Как я захожу, я не поняла. Да. Потом читаю, думаю, что-то я вроде, это, серьезно. У меня нет отношения к вязанию. Все говорят, а зачем ты вяжешь? Ну какой смысл? Дешевле же пойти на рынок купить. Сейчас всё доступно. Для чего ты это делаешь? Вот просят, просчитай, сколько вот такой пардиган будет стоить. Я это называю. За работу, допустим, 3 тысячи гривен. Ого. То есть, ну, вообще, людям не понять, почему. Ну, хорошо. Ого. В Макдональдсе стоит 52 гривен рабочий час. Ну, да. Просто так. И на кассово. А когда начинаешь раскладывать, говорят, ну да, в принципе, да. Ну, я бы не купила. То есть, я бы думала, там, за 700 куплю какой-то там акриловый кардиган. Это если еще найдешь за 700 акриловый кардиган. Ой, девочки, куплю. В общем, у меня сын моряк. Разговаривал, там, был на работе, разговаривал с парнем. Парень старший механик. Ну, кто знает, да, старший механик сколько зарабатывает? Я не знаю. Приблизительно. Я не знаю. Много. Очень много. Еще в офшоре. Очень много. И вот, видно. Приводите сюда своего сына, когда он приезжает. Мы его научим. Ты дочек? Пойдем. Мы приводите себе маму приятное. Я вам сейчас расскажу. Он говорит. Для мамы. Он и так покупает мне все. Прекрасно. Он говорит, что моя мама вяжет. Парень говорит, я бы купил себе свитер ручной вязки из натуральной шерсти. Из натуральной шерсти. Хорошей. Но гривен за 300. Тут мой Леша сел. На муку ровно. Потому что я покупаю нитки. Он знает приблизительно сколько ниток. Ну, сколько нитки стоит. Причем даже самые недорогие. Поехали. Он поехал в Москву. Я говорю. Зайди, пожалуйста. Там фабрика Comtex. Купи мне, пожалуйста, ниточек. Но он мне купил там килограмм 30 ниточек. Чуть-чуть. 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 Килограмм 30. Да. Килограмм 30, да. И он говорит, что офигел вообще. Это старший механик, который зарабатывает 9 тысяч долларов. Я бы говорила за 300 гривен ручной работы. Пусть гуляют. Да. Пусть гуляют. Пусть там где-то. Мира. Мира! Мира. Мира! Играет плюс! Мира. Мира миллан 봤. Мира миллан認ветные мил. Мне лучше. Мира. Мир глаз.,